Доброе утро! Продолжает вещание. Я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем о погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии местами коротковременный дождь. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, в горах местами плюс 1-6, днем плюс 22-27, в горах местами плюс 13-18 градусов. В Черкесии небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 24-26 градусов. Наша республика испокон веков славилась не только своими природными красотами. Мы всегда были и есть землей, где люди живут с сельским хозяйством. Особое внимание уделяется как земледелию, так и животноводству. Наш сегодняшний гость многие годы жил и работал в Москве. А на сегодняшний день он вернулся на малую родину. Стал известным фермером. В социальных сетях Нурби Дармилов ведет свой блог «Дневники фермера». И у него уже есть свои последователи. И сегодня в нашей студии Нурби расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о прелестях деревенской жизни. Доброе утро всем. Доброе утро, Нурби. Доброе утро. Рада знакомству с тобой. Но, в принципе, те, кто находится в социальных сетях, о тебе уже немного знают в нашей республике. Так получилось, что ты несколько лет жил в Москве, занимался каким-то своим бизнесом. И вот грянула пандемия, ты вернулся в Карачаево-Черкесию на свою малую родину. И, как говорится, сделался фермером. А знают о тебе, потому что у тебя есть вот эти дневники фермера, очень такие интересные. И я думаю, что вот даже современная молодежь, просматривая это, уже как-то интересуется. Вот я хочу проследить этот путь. Почему ты вернулся? История банальная, простая. Вернулся по причине того, что пандемия подтолкнула. И мы, оказавшись дома, всей семьей, у бабушки с дедушкой в ауле, я понял, что это надолго, что придется задержаться в ауле. И родилась идея завести хозяйство. Мое старшее поколение, они занимались разными видами сельской хозяйственности. Или как? Сельской деятельности. Сельской деятельности, да. Видите, у меня уже по Фрейду. И были и коровы, и кролики, и кого только не было, овец не держали. Я дедушке предложил, давай попробуем овец подержать, места есть, пастбища. Он согласился, он такой трудолюбивый мужчина. И я быстро организовал все это мероприятие, купил овец, мы начали за ними следить, выращивать. Разводить. Разводить, да. И в какой-то момент... Ты вошел во вкус. Вошел во вкус, да. И мне захотелось поделиться об этом вообще. Для меня это была своего рода экзотика. То есть я житель мегаполиса, и тут у меня вот запахи даже другие. То есть картинка, другая реальность. Но в любом случае это надо любить, чтобы этим заниматься. Безусловно, это иначе никак. В принципе, эта философия применима в любой сфере деятельности. Деятельности, я согласна. А тут это такие живые эмоции, они постоянно требуют ухода, внимания, заботы. И я решил поделиться со своими подписчиками. На тот момент у меня было около 5-6 тысяч. С 2013 года блог. И, вы знаете, я получил такой большой отклик от общества. Оказалось, что люди нуждались в таком контенте. Ты имеешь в виду уже свои записки фермера? Да, уже. Я хочу, чтобы ты про них вот рассказал, как это все вот, как ты это делал. Ты снимал свои какие-то действия и делился, правильно? У меня был опыт работы фотографом, скажем так, в прошлой жизни. И он схож именно с производством видео. И получилось так, что вот именно у меня навеяла мысль людей вот в пандемии как-то чуть подразнить в хорошем смысле слова. Сидят в квартирах, везде один негатив. Думаю, вот я вам покажу вот эту радость. Как раз это весна, все цветет. И достал телефон, как раз со мной был брат, тоже он студент из Москвы. Я им дал телефон и сказал, все, поехали, начинаем. Давай попробуем. И вот так потихоньку мы показывали процессы. Вот мы кормим овечек, вот мы там телят кормим, вот бабушка, вот дедушка. Отдельно хочу сказать, что мой дедушка думал, что я в городе, у меня крыша поехала, так, в кавычках. Я дурачок. То есть я снимаю какие-то процессы, которые привычны ему. Для многих это вообще диковина. И сложнее, конечно, было... Дедушку тоже можно понять. Да, его можно понять. Я поэтому очень аккуратно, где-то хитро вот так приближался к нему с телефоном. И это действительно быстро вызвало такой интерес у общества. От Калининграда до Владивостока, даже Турция, Германия. И мне люди начали писать, ой, спасибо, как здорово. И это послужило таким драйвером. И вот именно обратная связь от общества. Ни в коем случае не заканчивается. Это очень важно, конечно. Ну, если говорить о нынешнем положении дел, у тебя производство сыра, полуфабрикаты и т.д. и т.п. Но, насколько я понимаю, у тебя сейчас какие-то онлайн-курсы, онлайн-обучение по производству. Можешь об этом рассказать? Да, с удовольствием поделюсь. Буквально недавно, месяц назад, я с московскими ребятами, со специалистами в области упаковки курсов. У нас такая некая коллаборация состоялась. Ну, я почувствовал, что я готов поделиться знаниями. Как раз у меня и знания свежие, и наглядно. То есть мои подписчики могли видеть мой путь от начала и до сегодняшнего дня. Как у нас, можно сказать, без привлечения, мы создали такую производственную базу сыра. Продаем ее за пределами нашей республики, в Москве. Я решил поделиться с людьми. Получилось так, что на самом деле это не сложно. Самое главное – транслировать твои ценности. Делиться. Делиться, да. Не стесняться, не бояться. Общаться открыто с людьми. Это, во-первых, и в широком смысле. Особенно в нынешних условиях, Нурби, когда столько негатива. Это очень важно. Ну, знаешь, что я у тебя еще хочу спросить? Вот простому человеку, да, простой человек живет на селе. Он не фермер. Он сельским хозяйством сможет зарабатывать, на твой взгляд? Ну, уже как бы профессиональный. Более того, я вижу огромный потенциал. Да, про потенциал говорю. Я вижу огромный потенциал, потому что сейчас даже тренд, всеобщий тренд, благодаря, опять же, технологиям, интернету, люди хотят питаться правильно. Люди хотят есть натуральную пищу. Ну, она действительно по вкусовым качествам заметно отличается. И в разы дороже. Ну, к сожалению, дороже. Но, на мой взгляд, это вот сейчас будут регулировать наши власти, вот этот механизм, найти тот баланс между ценовой политикой и возможностью реализовывать это в широком масштабе, в широких масштабах продукцию фермеров. И я буду всячески способствовать тому, чтобы люди, возвращаясь к обучению, это тот шаг на пути к этой цели. Чтобы люди, сами производя дома пищу, выращивая свои продукты, например, или мясо, могли беспрепятственно выходить на рынок и делиться своими. Ну, вот скажи честно, вкусив вот эти прелести деревенской жизни, ты вернешься в мегаполис? Или ты еще ничего не решил? Я вообще доверяю судьбе. И как будет, так будет. Одно могу сказать, что, конечно же, необходимо обстановку менять. Периодически? Периодически, да. Периодически. Вот если ты в селе, то выезжать в город. Если ты в городе, то выезжать в село или куда-то за границу. Ну, вот на сегодняшний день ты можешь сказать, что тебе лучше нравится? Я могу сказать, что моя душа наслаждается в ауле. Это очень много? Да. Но иногда мозг хочет такой свежей информации именно от общения с людьми. Наверное, в силу возраста тоже. Безусловно. И именно информацию я получаю в городе. Я желаю тебе успеха. Я желаю тебе удачи. Спасибо, что сегодня нашел время, приехал к нам в гости. Спасибо вам, что пригласили. Благодарю. В детской художественной школе Черкесска проходит выставка заслуженного художника Корчаева Черкесии Елены Кордюковой. Представлено более 40 картин. С творчеством художника поближе познакомился и Алихан Лепшоков. Она умеет находить те чудесные краски, которые так живо могут передать живописнейшие пейзажи. Заслуженный художник Корчаева Черкесии Елена Кордюкова не просто живописец, но и мастер прикладного искусства. Особенно впечатляет ее работа из войлока, где ярко отображена красота нашей природы. Поздравить Елену Федоровну пришли друзья, коллеги, ученики и представители мэрии Черкесска. От лица мэрии города Черкесска поблагодарить вас за такую приятную феерию. Можно сказать, при знакомстве с вашей выставкой получаешь море удовольствий, впечатлений, улыбок. Хочется пожелать вам вашей творческой деятельности побольше талантливых учеников, успехов вам, идей, впечатлений, и чтобы все они притворялись в такие замечательные картины, пейзажи. Также от регионального отделения Союза художников России виновницу торжества поздавил председатель данной организации Халис Атаев. Он подчеркнул, что Елена Кордюкова передает свое мастерство и опыт подрастающему поколению. И сегодня в ее работах можно увидеть славянские мотивы в сочетании красоты родного края, которые так открыто передают настроение самого художника. Мне кажется, этот художник является уже думающим художником. Таких художников обычно называют думающим художником, потому что они создают из каких-то мифических сказаний и тому подобных вещей, из символических знаков какие-то новые необычные произведения. Елена Кордюкова вот уже много лет преподает в детской художественной школе Черкесска. Ее также поздравили выпускники и самые преданные ученики. «Я каждый раз стараюсь искать новые тона, дабы передать живость и глубину тех мест, где я бываю по работе», – отмечает Елена Федоровна. «Зима, мягкость, сказочность какая-то, легкость, тепло. Опять же, материал, он же теплый сам по себе. Мягкость снега – это же тоже теплый какой-то такой, хотя у снега холодный, да? И вот этот желтый цвет, он, конечно, передает. Это определенный характер работы какой-то. А если, например, ты пейзаж хочешь передать, хочешь, не хочешь, все равно приходится приблизительно к цвету подходить более осторожно, что ли». Прекрасный педагог и мастер своего дела – так можно характеризовать Елену Кардиколу, которая и сегодня продолжает радовать своими творческими работами ценителей изобразительного искусства. Алина Халебшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Заболевания спины и позвоночника очень распространены в наше время. Это связано с малоподвижным образом жизни, сидячей работой и другими факторами. Многие борются с болью в спине, используя различные мази и геля. Однако облегчение приходит ненадолго. Благоприятное воздействие на состояние спины оказывают и осаны. Сейчас мы перенесемся в студию и узнаем, как за 5 минут помочь своему позвоночнику. Осанка – фасад души. Пожалуй, нет такого недооцененного ресурса здоровья, как здоровая осанка. Приняв правильное положение, вы уже мгновенно получаете увеличение тестостерона, снижение кортизола, увеличение уровней серотонина и дифамина. Ну а если проще, то мужчины выглядят мужественнее, а женщины – женственнее. Стать перед зеркалом и выпрямиться легко. Но почему же тогда много людей со скрюченными спинами? Ответ на этот вопрос мы сейчас узнаем. Сегодняшнее утро мы встречаем у практикующего йогой. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, Альбина. Наталья нам расскажет, как справиться с проблемой, которая возникла в области позвоночника. Да, мы сегодня поговорим о пояснице. Поясница – это область, которая очень сильно страдает. У 70% населения. Давайте присядем. Наталья, с каких асан мы начнем для укрепления здоровья в области позвоночника? Да, мы будем делать все асаны сидя. Садимся, вытягиваем ножки вперед. Садитесь на седаличные косточки. И мы сделаем компенсацию, поднимем ручки наверх, вдох. И с выдохом опустимся вниз, протянемся. Подготовим тело. Хорошо. И сядем. Правую ножку к себе подтягиваем. В согнутом виде. Да, в согнутом виде. У вас правая коленка будет на одной линии с бедром. Вот, на одной линии с бедром. И мы берем левую ножку и наверх ее кладем вот таким образом. Ручки выставляем вперед и делаем легкий наклон. Голова внизу и расслабьтесь. Подышите здесь, делайте вдох и выдох, расслабляйтесь. Делайте вдох и выдох, расслабляйтесь. А здесь не получается расслабляться? Ну, вообще расслабление должно быть. У вас расслабление идет, когда вы говорите, даете себе импульс. Мое тело расслабляется. Тело в любом случае начинает расслабляться. Проведем в этом положении также несколько секунд. Несколько секунд. Вы почувствуете, как расслабляется поясничный отдел. Отсюда мы берем левую ногу и переводим ее, левую ножку мы берем и переводим через правую коленочку. У нас получается коленочка над коленочкой. И мы садимся прямо. Вытягиваем, да, спинку. И ручки сзади соединяем вместе. Если не получается, мы делаем просто шаблон. И подышите здесь несколько дыхательных циклов. Поменяйте руки. Поменяем ручки. И садитесь прямо. Выполняем шаблон несколько дыхательных циклов. Хорошо. И вытянемся еще раз вперед. Голова внизу. И подышите. Здесь работает связка седалищного нерфа. Как раз седалищного нерфа вот здесь вот находится в ямочках точки седалищного нерва. И отсюда, отсюда же седалищный нерв как раз исходит от поясницы. И вот эти ноги дают вытяжной эффект. И поясница начинает расслабляться. То же самое мы повторим с противоположной ножки. Левая ножка перед собой. У вас с обязательным условием коленочка на одной линии с бедром. И мы берем правую ножку и кладем наверх. Если не получается, если у вас получается ступню положить на коленный сустав, это хорошо. Но можно и вниз. Можно вниз. И вытягиваемся вперед. С правой ножкой мы правую ногу переводим. У нас условие правая коленочка на уровень бедра. Левую мы кладем наверх. Можно чуть-чуть ниже. И вытягиваемся вперед. Голова внизу. И подышите. Несколько дыхательных циклов. Делайте вдох. И на выдохе расслабляйтесь. Делайте вдох. И на выдохе расслабляйтесь. Теперь поднимаемся. И ножка правая уходит поверх левого коленочка. Да. Мы садимся. И ручка левая уходит на ушко. Правая рука в сторону. Вытягивайтесь. У нас здесь включается еще бок шеи. И в другую сторону тоже самое. Смотрим перед собой. Протягиваем бок шеи. Теперь ручки в замочек. И за затылок прижимаем подбородочек. Идет вытяжение позвоночника. Хорошо. Наталья, мы сейчас выполнили осаны. Они нельзя сказать, что были трудными, тяжелыми. Я думаю, если их выполнять каждый день, то можно получить не только здоровый позвоночник, но и положительные эмоции. Ну, конечно. Естественно, когда человек начинает заниматься, то своим телом видит результаты. Это, естественно, приводит к положительным эмоциям. Напомните зрителям, сколько раз в день нужно заниматься осанами на позвоночнике, которые решают проблемы с позвоночником. Пять минут в день, и ваша спина будет здорова. Спасибо вам большое за вновь данные. Полезные советы. Всегда рада. Сегодня во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник – День Подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Есть мнение, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жители от злых духов. Но прежде всего подснежники – это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и, соответственно, символизируют начало весны. Победуют тепла над холодом и дарят надежду на лучшее. Сегодня подснежники произрастают на многих территориях земного шара. Всего их насчитывается около 20 видов. Но практически все они занесены в Красную книгу. Они различаются по форме и расцветке, и даже аромату. Но все они очень любимы. Я рада была встретиться с вами, нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 смотрите «Вести» вместе с Аллой Динаевой. Хорошего дня. До завтра на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова